Ауду بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين وحوى خيرу ناصرين ومعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры продолжаем наши уроки посвященные вопросам идеологии на предыдущих занятиях мы говорили о первом рассматриваемом нами атрибуте атрибуте Всевышнего, а именно о могуществе и в конце прошлого занятия мы затронули один часто всплываемый вопрос имеет ли Бог могущество, обладает ли Бог могуществом над невозможным обычно этот вопрос излагается в виде какого-то определенного понятного для каждого примера например, один спрашивает может ли Бог создать камень, который сам же не сможет поднять другой спрашивает другой спрашивает может ли Бог поместить земной шар в курином яйце не изменяя размеры и масштабы ни земли, ни куриного яйца может ли мир быть пропущен через игольное ушко Богом? этими примерами люди, вопрошающие очень часто преследуют определенные цели задавая вопросы и переводя эти примеры какие же они преследуют цели преследуют те цели, что если мы ответим что да, например, Бог может создать камень который сам же не сможет поднять это означает, что Бог не всемогущий что его могущество ограничено почему? потому что теоретически возможно существование камня которое не подвластно Богу над которым не распространяется могущество Бога а если мы ответим, что Бог не может создать подобного камня что подобный камень не может существовать то они приходят все к тому же выводу утверждают, что Бог таким образом не всемогущ что его могущество ограничено более научно этот вопрос звучит следующим образом распространяется ли могущество Бога на невозможное? и давайте попробуем ответить на этот вопрос и попробуем решить эту задачу но прежде всего нам необходимо рассмотреть тот вопрос, что мы подразумеваем под невозможным что означает невозможно что мы имеем ввиду под невозможным итак, невозможное бывает нескольких видов первый вид невозможного это то, что невозможно для человека то, что находится за пределами возможностей человеческих например, мы говорим невозможно прыгнуть выше головы что мы имеем ввиду? мы имеем ввиду, что это логически, теоретически невозможно что это никоим образом невозможно или же мы имеем ввиду, что у человека нет сил на это У человека нет такой возможности, таких способностей, такой силы, такой энергии, с помощью которой он может перепрыгнуть выше головы. Конечно же, выражаясь, используя в данном случае слово «невозможно», мы не имеем в виду, что это логически невозможно, мы имеем в виду, что это вне пределов человеческих возможностей. Это одно значение слова «невозможное». Это ли здесь подразумевается? Это ли мы подразумеваем, когда говорим о могуществе Бога и невозможном? Конечно же нет, ни в коем случае. Это значение имеет исключительное отношение к человеку. Это первое значение, которое не является предметом нашего обсуждения, ни в коем случае. Это необходимо иметь в виду, потому что обычно, когда мы говорим «невозможное», вам в голову может прийти именно это значение. Вы можете расширить значение того термина, который мы используем. Второе значение слова «невозможное» — это невозможное, которое не может произойти. То есть, это вещь, которая никогда не произойдет. Мы говорим, что эта вещь не может произойти, это невозможно. Но что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что оно логически невозможно, что это не может произойти как таковое, само по себе, что в ней есть что-то, что делает ее невозможной. Или же, подразумеваем, нечто другое, не всякого сомнения. Второй вид невозможного — это не невозможное само по себе, а более того, возможное само по себе. Например, обратите внимание на приведенный нами пример. Несправедливость и Бог. Может ли Бог сотворить несправедливость? Может ли Бог угнетать свое творение? Обратите внимание, это один из тех самых невозможных, который входит во второй вид невозможного, во вторую разновидность. То есть, это невозможное, которое само по себе возможно, но невозможно по внешним, не имеющим отношения к самому действию причинам. Например, в данном примере — Бог и несправедливость. Совершение Богом несправедливости невозможно. Почему невозможно? Потому что Бог справедлив, потому что Бог всезнающий. Он знает, где справедливость, где несправедливость. Бог мудр, Бог всемогущ. То есть, Бог не только знает, где справедливость и где несправедливость. Что является справедливостью, а что является несправедливостью. Более того, Бог может поступать справедливо, потому что является всемогущим. Так как обладает всем могуществом, то не вынужден совершать какое-либо из действий, будто это несправедливость или справедливость. И в-третьих, что не менее важно, Бог самодостаточен. Бог ни в чем совершенно не нуждается, абсолютно ни в чем не нуждается, является самодостаточным, является необходимым бытием. То есть абсолютно ни в чем не нуждается, нет никакой нужды у Бога. Он является абсолютным самодостаточным и ни в чем не нуждающимся. Сложив в ряд эти атрибуты Бога, мы говорим о том, что нет никакой причины для несправедливости Бога. Почему человек совершает несправедливость? Потому что нуждается, нуждается в чем-либо, он не является самодостаточным, ненуждающимся. Нуждается в чем-то, и чтобы получить то, в чем он нуждается, он порой вынужден угнетать. Идет на этот шаг, идет на несправедливость. Имеются и другие причины. Человек не знает, где справедливость, а где несправедливость, и совершает несправедливость. Или же имеются случаи, когда человек и знает, где справедливость и несправедливость, но не обладает могуществом, достаточным могуществом, чтобы поступить справедливо. И вынужденно поступает несправедливо. Другого выхода у него не остается. Все эти причины отсутствуют в Боге. Поэтому справедливость от Бога невозможна. Несправедливость от Бога невозможна. Гнет невозможен. Бог не может, это невозможно, чтобы он угнетал, поступал несправедливо. То есть здесь имеются внешние причины. В чем заключается эта внешняя причина? Внешняя причина заключается в том, что Бог самодостаточен, всезнающий, всемогущий. И поэтому все причины несправедливости отсутствуют у Бога. Но давайте зададимся вопросом. Обладает ли Бог могуществом, достаточным для того, чтобы совершать несправедливость? Конечно же, обладает. Несправедливость не является чем-то невозможным само по себе. Таким как порочный круг, например. Порочный круг является невозможным само по себе. И это третий вид невозможного. Второй вид невозможного – это то невозможное, которое никогда не произойдет. Хотя и является возможным. Почему никогда не произойдет? Потому что никогда не будет причины для нее. Никогда не будет причины, следствием которого оно могло бы быть. Это второй вид. Но само по себе второй вид возможен. Третий вид – это невозможное само по себе, как порочный круг. Например, представьте себе, что для своего существования предмет А нуждается в предмете Б. А Б, в свою очередь, для своего существования нуждается в предмете А. Это называется порочный круг. Задайте себе вопрос, возможно ли существование одного из этих двух предметов. Может ли существовать А или Б? В данном случае, конечно же, нет. Это невозможно. Если А нуждается в своем существовании в Б, а в Б, в свою очередь, нуждается в своем существовании в А, то значит ни А, ни Б не будет. Ни один из них существовать не будет. Но это что за невозможность? Это невозможность, для которой нет причины? То есть она невозможна по той простой причине, что отсутствует причина? Нет, ни в коем случае. Никакая причина не может сделать порочный круг возможным. То есть это само сное невозможное. И когда мы говорим, распространяется ли могущество Бога на невозможное, мы говорим именно о третьем виде. В данном вопросе, в данном случае, с учетом тех примеров, которые были озвучены в начале нашего занятия. О втором виде невозможного мы поговорим позже. Скорее всего, на следующем занятии. Наш вопрос касается именно третьего вида. То есть это невозможное, которое невозможно по своей самости. Это порочный круг, бесконечная цепь причин и следствий. Если мы поняли, что такое порочный круг, то давайте попробуем понять, что из себя представляет бесконечная цепь причин и следствий. Это бесконечная нужда. То есть представьте себе, что А нуждается в В, В нуждается в В, В нуждается в Г и так до бесконечности. Ни один элемент, ни один предмет из этой цепи не будет существовать. Это просто невозможно. Даже если эта цепь будет продолжаться бесконечно. Потому что все они являются нуждающимися в чем-то, что само нуждается. И как следствие, ничего из этой цепи, ни один предмет из этой цепи не произойдет. Это есть самостное невозможное. Или другой пример, третий, если хотите. Например, дважды два равно пять. Это самостное невозможное. Ни одна причина не может сделать это невозможное в возможном. Ни одна причина не может дать этой вещи бытие и существованию. Итак, задаваясь вопросом о том, распространяется ли могущество Бога на невозможном, мы говорим о самостном невозможном. О не первом виде, не втором виде, а именно о третьем виде. Это имейте в виду. С позволения Бога мы обсудим данный вопрос, продолжение данного вопроса на следующем нашем занятии. Я прощаюсь с вами. Ва салам алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракату.